СВОП-МАРКЕТ СВОП-МАРКЕТ – это социально-экологический проект, и его основной идеей является отказ от перепотребления. То есть мы идем из разряда новой экономической системы, которая подразумевает ответственное отношение к потреблению, к природе и к тому, что мы постоянно покупаем, и куда мы потом все это деваем. И мы предлагаем нашему населению такой интересный инструмент получения и оборота товаров, как обмен. Вроде бы обмен – это старо, как мир, но тем не менее мы о нем забыли. И сейчас мы предлагаем это возродить. Люди могут к нам в СВОП-МАРКЕТ внести любые ненужные вещи и взамен получить нужные. Главное, чтобы вещи были в отличном и хорошем состоянии, а принимаются абсолютно любые непродовольственные товары. Это не только одежда и обувь. Это может быть посуда, предметы быта и интерьера, игрушки, книги, которые вы уже прочитали. Кто-то уже нам пришли и сказали, принесут ковер новый. Люди к нам приносят вещи, и мы им за их вещи начисляем СВОП-МАРКЕТ. СВОП-МАРКЕТ это такая внутренняя валюта. Они начисляются вот на такой электронный кошелек. Тут даже написано «давайте меняться, давайте меняться к лучшему». Сюда СВОП-МАРКЕТ начисляются, и отсюда мы их списываем. Второе направление нашего проекта – это благотворительность. Раз в месяц, в последнее воскресенье месяца мы проводим благотворительную акцию «Дармарка». Двери СВОП-МАРКЕТа открываются, и мы предлагаем нашим посетителям забрать просто бесплатно любую одежду и обувь, которая им необходима. Мы не требуем, во-первых, никаких удостоверений нуждающихся, потому что часто бывает, что к нам приходят не только люди, которым необходима вещевая помощь. К нам приходят творческие люди, дизайнеры приходят, мастерицы, рукодельницы приходят. Они могут также взять какие-то вещи на переделку. Также мы готовы работать с индивидуальными запросами. Это могут быть как запросы от беженцев, погорельцев, либо других каких-то семей в трудной ситуации. И третье направление – это, конечно, экологическая инициатива нашего проекта. Мы готовы принимать вещи, которые непригодны к использованию, имеют дырочку, имеют катышки, затяжки и так далее. Мы готовы их принимать, аккумулировать. И далее эти вещи мы передаем уже переработчику. 14 тонн непригодной ветоши мы аккумулируем в месяц у себя на складе и передаем переработчику. Это означает, что 14 тонн потенциального мусора не попадает на полигоны нашего города. Мы развиваемся и открываемся в различных городах. А в основном, так как проект зародился в Удмуртии, в основном пока это города Удмуртии, это Ижевск, пять своп-маркетов, это Игра, это Водкинск, и последний своп-маркет у нас был открыт в Сочи, в Адлере. У нас в городе или, наверное, в стране есть круговорот вещей между соседями, я бы так это назвала. И на самом деле люди столкнулись прямо с проблемой. Выкинуть жалко самим не нужно. Хочется что-то новое купить или, опять же, импульсивные покупки, как часто происходит, пару раз вещь одел, потом уже ее не носишь. В течение нескольких лет я участвую в благотворительности. Мы организовали небольшой такой магазин, бесплатный назовем его, где люди брали вещи. Но потом в какой-то момент стало этого помещения не хватать. И мы понимали, что многие вещи, на самом деле, они в таком состоянии, которое действительно приходилось выкидывать. Я легко расстаюсь с вещами, но я понимала, что как-то это не совсем, наверное, корректно по отношению к этим людям. И я начала искать в течение какого-то определенного времени, и нашла вот эту идею. 19 марта, в эту субботу, это у нас официальное открытие, мы уже открыты на прием вещей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова